Говорит, собачка, собачка, как мог быть собачка, щенок, главным героем, с кого брать пример. Или Герасим, глухонемой дворник. В чем героизм? Барыня, главная героиня. О ней писал Тургенев, это его мать. Это ее дом здесь вот на Пречистенке. Он любил свою мать. А миллионы школьников думают, что герой это собачка или этот глухонемой дворник. А современник нужно? Показать эту даму? Кто эта дама мрует? Васильева, которая там по Министерству обороны проходит, а глухой Герасим, какого-то мигранта взять в Средней Азии, муму найти. И этот современный спектакль вызовет какой-то интерес. Потому что сегодня нету ни одного автора современного. Вот Достоевский почему стал великим писателем? Десять лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть 3-4-5 лет, появится Достоевский, появится, значит, у нас Чайковский. Маяковского требует страна. Ну, у нас Вишневский. Какие-то его шутки, прибаутки двустишие. Ну, молодежь требует. Где он? Николая Рубцова нет, Есенина нет. Ну, ни одного нет поэта. Поэтому история искусств и культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальное меньшинство. Мы и то, и то не используем сегодня. Поэтому нет сегодня ни одного великого деятеля культуры. Натурал, зажравшийся, сидит в Москве в шикарной квартире, творить не будет. Для творчества нужен толчок. Урод будет творить. Вот урод будет творить. Или в тюрьме стал уродом, или по своим каким-то психологическим моментам. А народ требует, чтобы это звучало имя. Чтобы это слово жгло. Какое слово сегодня жжет, так сказать? Все это у нас похоронные дела. Все это мертвые писатели, композиторы, поэты. А нужны современные. И все открывать будем памятники, памятники. Вся слона, вся страна кладбища. А для населения, для вдохновления, молодежь хочет живых, новых, с кого брать пример. Поэтому тяжело изучать литературу 19-й век, 18-й. Нужны современные спектакли. Поэтому я, мой укор в адрес наших гуманитарных министерств. Хорошо работает Мединский, Ливанов. Но им не хватает этого вот такого подхода, чтобы хотелось взять учебник русской литературы. Вот последний пример приведу, когда перегибы. Сейчас русский язык понизили планку. Хотели 36 пунктов. Уже 24. Скоро вообще будет достаточно 3 пункта. Это значит двойка при советской власти. С двойкой по русскому языку мы им даем право дальше учиться. И я 50 лет не могу забыть, как преподаватель МГУ, чтобы меня завалить. На экзамен по русскому языку я ответил. Частицы в русском языке, которые писаны с черточкой. Кое-то, либо-нибудь, таки. Чтобы меня завалить, спрашивают, какая из них может употребляться самостоятельно? Вот если все сидите облеченные властью и не знаете этого. А почему я 18 лет должен знать? То есть перекос. Зажать так молодежь. Так кое в одном месте у Пушкина есть. Кое вышел из лесу. Почему 18 лет юноша из провинции должен это знать? Потому что при советской власти перекос. Слишком много вопросов. Сейчас никаких вопросов. Двойственник тебе дают сетевикат и пошел дальше. Поэтому проблемы есть. У нас культура самая великая, самая замечательная. Но не надо мешать депутатам принимать законы, которые бы защищали литературу и язык. Я закончил. Спасибо. Спасибо. Спасибо.